62 ребенка сейчас проходит лечение в круглосуточном стационаре. Еще 20 в дневном. Некоторым детям повезло, их скоро заберут домой, но многие останутся на Новый год в больнице. Эти мальчишки и девчонки хотят, чтобы самый главный праздник в году стало для них радостным и незабываемым. Акцию строители дарят елки детям придумала Ассоциация подмосковных застройщиков. Каждый из застройщиков, кто входит в ассоциацию застройщиков Московской области, выберет себе какой-нибудь микрорайон, в нем выберет поликлинику или молитву, где может приехать и действительно поздравить детей с наступающим Новым годом, пожелать им счастья и здоровья и подарить им вот такую елку с гирляндой от Ассоциации застройщиков Московской области. В игровой комнате не протолкнуться, так как отделение, в котором лежат дети, не инфекционное, а педиатрическое, ребятам разрешили собраться вместе. Они тщательно готовились к встрече гостей, выбирали нарядные платья и костюмы и даже специально выучили стихотворение. А Витя и вовсе придумал свое собственное. Новый год же наступает, елки выросли в домах, мама с папой елку наряжают, я сестрой немножко им мешаю. В больнице у детей немного радости, поэтому так важны подобные встречи, которые заставляют их улыбаться и забывать о том, где они находятся. Да и врачи подтверждают, что чем больше положительных эмоций, тем быстрее идет выздоровление у ребенка. Таблетки лечат и уколы лечат, но еще лечат отношение к детям и вот эта аура, которая здесь есть. Педиатрия это особая отрасль, да, и здесь если ты к ребенку с любовью, он тебе быстрее ответит на твое лечение и быстрее выйдет из этих стен. Все дети верят в чудо, а маленькие пациенты детских больниц особенно на него надеются и желают лишь одного. А еще в новогодние праздники и Рождество к ребятам в Одинцовскую больницу придут Дед Мороз со Снегурочкой, волонтеры с подарками от благотворительных фондов и православные активисты. Анна Макарова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.